Существует всего 12 классов судебных экспертиз. Один из наиболее актуальных – экономический. Чаще всего попытки мошенников обмануть банк заканчиваются провалом, потому что внимательный кассир при малейшем подозрении в подлинности купюры жмёт тревожную кнопку. Тут в дело вступают судэксперты, выясняя оригинальность предоставленной купюры. Дело это непростое. Микроскопы, электролупы, инфракрасные датчики – всё идёт в ход, чтобы вычислить подделку. Надо понимать, что денежные билеты сомнительного качества имеют свою классовость. Так, в Брестский межрайонный отдел попала денежная купюра эквивалентом в 100 долларов США. Класса – супер. Довольно-таки редкий вариант денежного билета, то есть соблюдая вся полиграфическая защита, все способы печати, однако есть определённые мелкие дефекты, и по этим дефектам мы понимаем, что этот денежный билет изготовлен непредприятием. Непредприятием также было изготовлено и поддельное удостоверение на управление транспортным средством. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль БМВ, за рулём которого находился 18-летний парень. Предъявленный им документ о регистрации транспортного средства показался инспектором подозрительным, и они отправили его на экспертизу. Судэксперты подтвердили сомнения, установив, что перед ними подделка. В указанном документе регистрационным знаком в базе числится мопед «Ямаха». Сотрудниками госавтоинспекции данный документ был изъят и направлен в Брестский международный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебно-технической экспертизы документов. Согласно выводам судебного эксперта, свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль БМВ, а именно его бланк, изготовлен непредприятием, осуществляющим выпуск продукции данного вида. Но проверка денежных билетов не всегда носит криминальный характер. Бывают и курьезные случаи. Были очень интересные случаи, в основном не связанные с тем, что люди где-то забыли денежные билеты в карманах, там брюк, постирали их в стиральной машине, а ведь бумага денежного билета – это специальная бумага, и под влиянием, скажем, беличьих вещей, содержащихся при стирке в стиральной машине, они покрываются этим веществом и начинают улюминицировать. То есть, по сути, ультрафиолетовая защита, она добавляется, можно так сказать. То есть, добавляются какие-то элементы, ореолы, пятна, которых не должно быть. Ну и сотрудники банков, как по инструкции, они нажимают кнопку, и эти денежные билеты попадают в конечном счете. Но мы все равно пишем, что данный денежный билет изготовлен предприятием, и описываем, что имеются какие-то пятна, ореолы. На договорной основе проводятся экспертизы по заявлениям граждан и юридических лиц, в ходе которых выясняются также существенные обстоятельства, вносились или не вносились изменения в первоначальные реквизиты документов.